Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для HelloMyKittyCafe. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Splash. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Первым делом, что мы делаем, это естественно инжексимся. Ждем пока инжект пройдет. Все отлично получилось. А потом вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку Xcode. Так, вот он, скрипт появляется. В принципе, функций мало, всего лишь 4. Но пока что больше не добавили. Возможно, когда выйдет обновление скрипта, будет намного больше функций. Значит, давайте сразу первую функцию проверим. Это собрать, получается, сундук. Ну, как видите, вроде бы как работает. Собирает, в принципе, довольно быстро. И также вам, получается, не нужно искать эти сундуки самому. То есть, вас сразу тупыхает на этот сундук, и вы собираете все, что в нем есть. Как я вижу, кстати, сундуков очень много. Прикольно. Гемов даже много выпадает. Так, а отключить как это можно? Походу, никак. Так, возможно, нужно сначала все сундуки собрать и только после этого отключиться. Так, также я какой-то квест выполнил. Давайте соберем награду. Все отлично, уже 150 гемов, не знаю, много это или нет. Также коктейль какой-то выпал, прикольно. Так, ну все. Получается, все сундуки я собрал. Отлично. Так, и следующая функция, это у нас автоматически делать кофе. Включаем ее. Так, написано то, что у меня забитый лентарь, да? Давайте посмотрим. Нет, еще одно место свободное есть, окей. Тогда включаем, и должно вот здесь показаться. Вот, как видите, панелька вылезла, и тот слот, который у меня был пустой, теперь он занят. Так, далее, что нам нужно сделать? Включаем функцию HideBackFullMessage, чтобы не показывались, типа, большие сообщения. И потом включаем последнюю оставшуюся функцию. И, короче, с помощью нее вы тпхаетесь, получается, посетителю, который просит вот этот кофе ему принести. Вас тпхает к нему автоматически, и вы отдаете ему этот кофе, который вы делаете. Вот, пока что в скрипте можно делать только именно вот этот кофе. Там есть, по-моему, еще разные виды кофе. Есть еще, по-моему, другой, если не ошибаюсь. И также есть то ли кексы, то ли пончики. Не знаю, как их правильно называть. Вот, но пока что именно работает только с одним кофе. Возможно, когда скрипт обновят, можно будет больше, получается, носить еды и напитков посетителям. Но пока что работает только вот с одним кофе. Так, ну, давайте попробуем сейчас отключить все функции. И поставим столы и стулья. Не знаю, конечно, где это покупается. Скорее всего, в какой-то магазин нужно бежать, как я понял. Не знаю, где он находится, конечно. Или можно это покупать через гуишку. Так, давайте посмотрим. Не знаю, получится найти или нет. Также вот подарки какие-то есть. В принципе, довольно много у меня уже тут всего лежит. Да, все-таки нужно какой-то магазин найти. Ну, давайте попробуем найти. Не знаю, получится или нет. Просто, короче, если у вас, получается, больше будет столов и стульев, естественно, тем больше сможет сесть посетителей. И они намного больше будут заказывать кофе. Так, как я понимаю, мне нужно вот сюда тпхтнуться. И здесь, по идее, я должен купить уже, получается, вещи. Так, заново скрипты инжектятся. Потому что нас перекидывают на другой сервер. Также, если вот такая фигня у вас вылазит, значит, смотрите, что вам нужно сделать. Навестись на иконку Роблокса в нижней панели компьютера и закрыть через крестик. Ага, и у меня вылетело. Прикольно. Ну, короче, ладно. В принципе, я думаю, на этом буду заканчивать. Я думаю, суть вы поняли. То, что чем у вас больше будет мест для посетителей, тем больше они у вас будут заказывать кофе и вы автоматически его будете приносить. Также, кому понравился скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok